Чёрная гелевая ручка, лёгкий перекус, вода и паспорт – это всё, что можно взять с собой на ЕГЭ по русскому языку. Линейки, циркули и калькуляторы здесь не помощники. Орфографические словари под запретом. В такой ситуации остаётся надеяться только на себя. И одиннадцатиклассники это прекрасно понимают. Говорят, на приметы надейся, а сам не плашай. Пятёрочку подложить под пяточку, зайти с правой ноги в школу. Вообще нужно быть уверенным в себе, чтобы сдать экзамены. То есть нужно поменьше нервничать, побольше высыпаться. К экзаменам по русскому языку я готовилась сама дома. То есть я купила решебник и прорешивала дома задание. К репетиторам я не ходила, но и всё хорошо. В этом году, как отмечают специалисты, формат проведения экзамена и структура Акимов не изменились. На написание ЕГЭ всё так же отводится три с половиной часа. За это время выпускники должны выполнить 26 тестовых заданий и написать сочинения. Максимально возможная оценка за последнее испытание – 24 балла. Семь абзацев главное запомнить и всё. Дальше там можно вместо литературного жизненный аргумент. Потом песни, фильмы тоже можно в пример брать. Поэтому не вижу смысла вообще переживать. Ну так, переживаю, конечно, очень сильно. Но это ладно. Это минутная слабость такая. В этом году на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировались больше двух тысяч учеников. Итоговую аттестацию сдавали одновременно на 12 площадках. Замечаний по проведению прошлогодних экзаменов у нас так же нет. Поэтому думаю, что и в этом году всё сложится благополучно. Ребята сдадут успешно. Организация также будет на высшем уровне. И мы надеемся на высокие результаты, потому что в прошлом году у нас русский язык. Два выпускника сдали на максимальный балл. Надеемся, что в этом году как минимум будет не хуже, а как максимум может быть даже мы улучшим результат. На этой неделе 11-ти классников ждёт ещё один обязательный экзамен. 1 июня они напишут ЕГЭ по математике. А вот результаты итоговой аттестации по русскому языку опубликуют до 16 июня. Владислав Ивенин, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.